Кюрий Ахмадов Хорошо еще. Я отбил этот пенальти. 1-1 счет. Но могло быть и лучше. Лучше сыграть могли, если моменты использовали бы, а моменты не использовали бы. А так во втором тайме и мы боролись, и Ставрополь боролся. Вот так получилось. 1-1 по-моему за экономен. В принципе, игры не было ни с той стороны, ни с этой стороны. То, что команда после столь затяжной серии без вообще набранных очков уже три игры не проигрывает, это плюс? Я думаю, это плюс. Ребята сами понимают, что дальше еще бороться надо будет. Ну, наверное, за последние места, чтобы последним не быть. И чуть выше в турнировом положении. За это борются. Ну, молодцы. Наверное, будут дальше лучше играть. В концовке заменили капитана Ахмеда Гацыева. С чем замена связана? Он устал. Так, я-то уже знаю его, когда он устает и когда он может. В принципе, у него сегодня игра не получилась. Поэтому мы как бы заменили его. Что ж, спасибо. Ну, и перед матчем в Нальчике. Вот какие ожидания? Что ждать болельщикам? Ну, думаю, мы будем там играть. И надо три очка брать. Я думаю, мы хорошую игру покажем. Спасибо большое. Успехов. Евгений Колоев, главный тренер «Динамо Суор», 2007 года рождения. Евгений, матч завершился в ничью. Очень напряженная была игра. Ваш комментарий по матчу. И как считаете, кому это ничья больше на руку? Ничья. Кому больше на руку? Да не знаю. Ну, игра, да, хорошая получилась. Боевая, как бы. Обе команды характер показывали. Закономерный, наверное, результат. Кому, не знаю. Мы уже за призовые места не боремся. Ни нам, наверное, никуда в копилку не пошло. Просто хорошая игра получилась. Докончилась в ничью боевая. С другой стороны, кто в этом матче, по-вашему, был ближе к победе? Вы или соперник? Да я не знаю. В первом тайме тоже. Ну, как бы, в первом тайме у нас там моменты, в основном, со стандарта. Вот эти пропуски. Так, вроде, моментов больше не было. Но мы два пенальти не забили, да, во втором. Мы могли первые забивать, как бы, и уже там полегче было бы играть. Не знаю. Во втором тайме тоже в конце туда-сюда. Ну, как бы, быстрая атака, без середины поля, как говорится. В целом, как сегодняшнюю игру оцените относительно своей команды? Довольны действиями или же много над чем еще предстоит работать? Да, работы всегда много. Почему? Они молодые парни, им надо, как сказать, стремиться уже в большой футбол потихоньку переходить. Много работы, очень много. В этом переходе во взрослый футбол, как бы, очень много. Ну, а своей командой довольны? Доволен, почему не доволен. Ошибки, конечно, всегда есть, но это нормальный рабочий процесс. Так, все нормально. Ну, ударов мало было, не знаю, в перерыве говорил, больше бейте, что-то все равно. Сегодня в Грозном очень жарко, практически не по-осеннему, по-летнему. Вот это какой-то оттенок наложило на сегодняшний матч? Да никакой оттенок. Хорошее поле, хорошая погода. Играю в удовольствие, как бы. Ничего, никакого, как сказать. Ничто не наложило оттенок. Все хорошо. Жор, спасибо. Успехов. Игрок Академии футбола Рамзан, 2007 года рождения, Григорий Курилко. Григорий, как вам сегодняшний матч? В большей степени довольны или разочарованы результатом? Скорее разочарованы, потому что, ну, все-таки нужно нам сейчас выигрывать. Вот три последние игры осталось, и без побед нам, ну, никак не выбраться с низов. Поэтому, скорее, больше разочарованы. Ну, а по игре тогда чего, по-твоему, команде не хватило? Был довольно равный матч. Многие признают, что действительно равенство было на поле. Равенство по счету, как бы, логично. Твое отношение к этому, и чего надо было команде сделать такого, чтобы победа осталась за вами? Мне кажется, нужна реализация получше. И, опять же, позиционные ошибки защитников тоже дают о себе знать. Но пропустили мы пенальти. Два пенальти заработали. Один не попал парень, второй пропустили. Больше таких особо острых моментов я и не припомнил. Ну, вот тоже в первом тайме, получается, Арсений Василенко, нападающий соперника, два пенальти сумел заработать, был довольно активен. Во втором, что сказал вам тренер в перерыве, что у вас уже, как бы, этот игрок практически ничего в втором тайме не создал у ваших ворот? Просто сказал, более позиционно играть, правильно играть, не бросаться на игроков. И вот так. Что ж, спасибо и успехов в следующих играх. Игрок «Динамо Суор» 2007 года рождения, Виталий Карасев. Виталий, сегодня, как по мне, вы были одним из самых активных игроков в составе своей команды. Как считаешь, чего сегодня не хватило для победы и краткий комментарий вообще о сегодняшней игре? Ну, все мои сокомандники хорошо сыграли. Сама отдача хорошая. Я считаю, что не хватило просто реализации. Есть сожаление, что не получилось победить или в целом закономерный результат? Конечно, есть. Каждый матч хочется побеждать. Стремиться выше, в таблице. Первый круг у нас не совсем пошел по плану. Но сейчас вроде доказываем. Все лучше начинаем играть, доказываем. В оставшихся двух матчах какая мотивация на эти игры? Получается, конечно, есть желание побеждать, но все-таки с турнирной точки зрения ничего не решается. В голове это не сидит, когда на поле выходишь? Или нет? Есть игра конкретно, задача, надо в ней хорошо сыграть. Сто процентов надо побеждать. На каждую игру настроимся одинаково. Нет каких-то принципиальных соперников. Просто надо каждую игру выходить и разрывать. Спасибо большое. Успехов.